Я так подозреваю, что все вот эти деревья, а на них растут масли. И, по крайней мере, я так хочу. Я выйду с автобуса и узнаю эту информацию. Я вам точно скажу. Наконец-то мы добрались. 30 часов езды. И просто шикарнейший вид. Вау! В общем, мне еще интересно, повезет мне с номером или нет, и с кем я буду жить. В общем, мне, походу, ваша сила невидимая помогает. Так что держите за меня кулачки. Ну, вот мой ключик. И, наконец-то, я буду жить одна, не с кем-то. Мой номер 203. Ну, что? Круто! Круто! Одна в номере. Вид на горы. Шикарно. О, чудо! Я и не знала, что, чтобы появился свет в номере, нужно поставить вот этот ключ. Вот в такую штуку. Да будет свет! Прикол. В общем, я сначала не сильно обрадовалась, что у меня вид на дом и на кусочек горы, но с моего апартамента видно еще и море, и соседний берег, и вообще красота. Птички поют. Пляж, конечно, здесь так себе, как вы видите, но зато видочки просто нереальные. Очень красиво. Так, спокойно. Водичку попробуем? Ну, знаете, если их не вовинишко чуть-чуть подпить, то можно, в принципе, покупаться. Но хочу напомнить вам, что сегодня 30 декабря. Декабря. И я думаю, что эта температура воды очень даже ничего. Написано, что... В интернете написано, что вода 15 градусов. Но я им не верю. Это затока. Затока, которая выходит в Елисейское море. Вот так вот. Я нахожусь в городочке, таком, как называется он, Каменного Урла. И для самых внимательных, кто заметил, что я в таком ярком купальничке в своем одном из любимых, отвечу. Почему я в нем? Я не собираюсь купаться в море, нет, потому что холодно. Я уже сказала, что надо очень много выпить, чтобы в него залезть. Или закаляться, вот. Но здесь эта местность очень популярна горячими источниками. И вот мы собираемся идти купаться в эти горячие источники. Поговаривают, что они не воняют, поэтому я без вообще угрызения совести туда залезу. Сто процентов. И покажу вам, как это. Мне очень интересно, какого это цвета она. В общем... А еще эти горячие источники, они хорошо влияют на суставы, на нервную систему. Если у девочек проблемы по-женски, то добро пожаловать в Грецию. Именно в этот гордочек. Или вообще в Грецию. Здесь, в общем, приедете, и у вас ни одной болячки не останется. В общем, такое чудное место. И еще плюс. Вы же все знаете грецкую мифологию. Здесь просто в воздухе такая нереальная какая-то зарядка и атмосфера. Ну, просто, просто у меня слов не хватает. Я чуть позже вам расскажу пару легенд. Таких, которые мне понравились. Еще, дорогие мои, не забывайте нажимать на колокольчик. Вы молодцы, что подписываетесь, молодцы, что комментируете. Но не забывайте нажимать на колокольчик, потому что вы пропускаете мои новые выпуски из-за того, что вам не приходит оповещение. Так что не ленитесь, нажимайте на подписку, на колокольчик и пишите в комментариях, что я все сделал. И поцелучи к каждому, кто это сделал. Очень странный парадокс. Здесь написано, что нельзя курить, но в помещении курят. Вот так вот. Такая вот интересная-интересность. Познакомьтесь, это тот самый Леонид. Воинственный воитель. Воинственный воин. Вот так вот он выглядел. С копьем, с щитом, но голым. Что же у них с одеждой было? Проблемы? А мы идем вон туда, там, где идет парк. Там теплые водоемы. Напротив этого Леонида знаменитая гора, на которой происходило очень много битв. Вот там вот. И поговаривают, что именно здесь прошла битва 300 спартанцев. Идем туда, там, где парк. Уже чувствуется запах такой серый. А говорили, что не воняет. Я думала, это более цивилизованно будет все выглядеть. Но нет, это просто ручей, который несется, и люди на нем вот так вот держатся. Прикольно, в общем. Самое смешное было, когда я переодевалась, но просто... А-а-а, круто! В душе не было горячей воды, зато здесь есть. А-а-а-а-а-а-а-а-а! Знаете, тепло, чуть-чуть воняет, но так как зима, можно чуть попариться. Сказали, что больше 30 минут нельзя здесь находиться, поэтому оставляйте меня на 30 минут, я попарюсь. Дорогие мои, главное держать трусы, потому что течение сумасшедшее! У-у-у! Туристическая замануха, из-за которой нужно было бы ехать 30 часов автобусом, я согласна, потому что очень круто. Я довольна, как просто шплоняра. Тепенькая водичка, бьют ручьи. Шикарно! На улице плюс 15, а если был бы мороз, было бы вообще просто ништяково. Чувствую себя то ли слоном довольным, то ли обезьянкой, знаете, которые сидят тут в горячих прудах? И ем у них, голова покрывается. Вот. А теперь самое интересное, найди место, где тебе переодеться, чтобы твои беструсяочные ноги и попу никто не увидел. Вот. Я предпочитаю спрятаться на самом видном месте, потому что с ним будет стыдно на меня смотреть. Я это сделала. Аплодируйте стоя. Как видите, дурной пример заразителен. Все уже друг друга не стесняются. Вообще. Теперь я понимаю, почему здесь проходили все знаменательные битвы. Потому что здесь можно было бы как-то и вот попариться, и подраться. Все, что мужчины любят. Все в одном флаконе. Вот. Дорогие мои, когда будете собираться на термальные воды, не забудьте с собой взять тапочки. Они вам пригодятся, когда вы будете переодеваться. Полотенечко несколько, потому что одного маловато. Желательно какую-то такую целлофанку, на которой вы будете стоять. Потому что переодеваться это на полу. У меня, например, носочки теперь грязные. Я не знала, что тут все так как бы не приспособлено к этому делу. Возьмите с собой еще пару теплых вещей, потому что вы будете эти мокрые. И как бы нужно утепляться, чтобы это все пошло в пользу, а не в другую сторону. Так что советчики от Юлечки. Осипян. Ваша Ося бережет ваше здоровье. И трусики. Не забудьте с собой трусики сухенькие. Поднялась я на возвышенность. И здесь такой памятник стоит. На нем написано по-гречески то, чтобы не запоминали о своей родине. И защищали ее всегда и везде. И если вы не на месте, не живете на родине. Это я уже от себя. От себятина пошла. Всегда помните, откуда вы и берегите в своем лице свой народ. То есть не ведите себя так, чтобы вам было стыдно. Вернее, вашему народу за вас было стыдно. А там написано... Хотите, я вам покажу? Кто знает греческий, тот почитай. Показала я вам Леонида. И вот это вот все, что вы видите на горизонте пар. Это все эти термальные воды. Вот так вот. Что можно ходить, хоть целый день у них купаться. Но для начала больше 30 минут нельзя. Потому что может быть осложнение. Вот так вот. То серка, она, в общем, влияет на организм. Как положительно, так и отрицательно. Поэтому переусердствовать с хорошим вирусом. Я уже практически села в автобус. Но меня вернули взрослые люди. И сказали, Юля, ты должна это увидеть. Иди, сделай фотографию. Не знаю, покажи всему миру, что здесь есть памятник. Памятник мужскому достоинству. Наверное, сейчас холодно. На удачу. Увидеть всю силу там, мужских. Мужского. В общем, не знаю, слово подобрать не надо. Вон там. Эти же взрослые люди мне сказали приехать сюда летом. Потому что вот это вот все, что я вам показывала. Как бы не холодно. И ночью по-другому выглядит. Хотите верьте, хотите нет. Надо приехать и проверить. В общем, сейчас будет воровство. Сейчас будет воровство. Насколько я знаю, нельзя так делать. Потому что это тяжелой огород. Но мы украли. Мы туристы. Мы можем. А прикольно, правда. Идешь, идешь. Там море. А тут апельсинки. Я провела исследование. Все вот эти деревья зеленые, которые растут вдоль дороги, это реально оливки. Оливки, маслины. В общем, как хотите, так и называйте. Что зеленые, что черные. Вот эти плоды срывают с одного и того же дерева. Просто одни летом, а другие зимой. Прикиньте. Я думала, что это два разных сорока вообще. Два разных дерева. А оказывается, нет. Это все одно и то же дерево. И чтобы получить первые плоды из оливкового дерева, нужно подождать не менее 15 лет. Представляете? Не менее 15 лет надо подождать, чтобы одно дерево выросло. И ты с него потом аж будешь снимать плоды. Кошмар. А еще я иду с магазина. Как вы поняли. И я накупила всего на свете на 22 евро. И сейчас буду хвастаться, когда придет домой, что там есть. Мне этот городок похож на какое-то село. Потому что здесь все разговаривают, что я с одной стороны улицы кричат так громко, чтобы вы услышали на другой стороне улицы. Вот такая вот она интересная местность. Что, я ищу кафе, но походу все кафе закрыты. В общем, зимой здесь не сезон абсолютно-абсолютно. И нужно бы найти что-нибудь такого поесть. Но вон вижу какая-то привнуха. А что там кроме пива ничего не найдешь? Вот так вот выглядит набережная этого города. В общем, разогнаться так слишком много негде. Полежать я имею в виду. Пляж каменистый. Но закаты здесь, конечно, очень красивые. Это самый большой и крутой отель в этом городочке. На его территории даже есть два бассейна. Один с морской водой, а второй с родников. Вот так вот. Вот так вот. Я с такой надеждой зашла в это кафе. Я думала, поем там какой-то такой интересной кухни ихней. А у них только фастфуд. Ну, такие милые все просто. Такие няш-няш. Хочется тулить. И ничего не есть у них. В общем, посоветовали мне идти дальше. Посоветовали ресторан. Сейчас будем искать дальше. Я же упертая. Я же не буду докупать. Не хочу я есть в нашем отеле. Я вредная. Ну, вот это новость, конечно. Мы пока межки сидели, ужинали. Куча людей в шапках проехала. Круто. На велосипедах. А обещала показать вам, что я купила на 22 евро. Мандарины и... Мандарины и вот такой вот гранат. Водичку. Ихний мед. Финики. Плюшки. Винишко. Масло. Воду. Какие-то два нишчика. Оливки. Филадельфия. И здесь ещё сыр и мясо. Вот так вот. – Оливки. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!